В областном лицее имени Машерова по шести профилям обучаются порядка 300 учащихся со всей Брещины. Из них 149 – выпускники 2023 года, которые будут поступать в ВУЗы по новым правилам. Формула поступления нынешнего года, на первый взгляд, выглядит проще. Два централизованных экзамена, еще одно дополнительное испытание в форме ЦТ и средний бал аттестата. Таким образом, понадобится минимум четыре оценки. Если перевести в баллы, то максимальное количество получается 400. Получается, что экзаменов стало меньше, а у выпускников появилось еще право выбора. Выпускники этого года будут сдавать два централизованных экзамена. Первый централизованный экзамен на выбор учащихся по русскому или белорусскому языку. Второй централизованный экзамен – это предмет по выбору учащегося, который понадобится выпускнику этого учебного года для поступления в учреждение высшего образования. И для того, чтобы поступить в ВУЗ, ребенку надо будет еще выбрать один предмет из профильных для централизованного тестирования. Благодаря таким изменениям подготовка выпускников будет идти целенаправленно по трем необходимым для поступления учебным предметам. Все учреждения образования области готовятся к проведению централизованного экзамена. Обучаются преподаватели, выпускникам разъясняются алгоритмы вступительной кампании. Им чрезвычайно важно на таких встречах, на таких мероприятиях знакомить ребят, отвечать на их вопросы, на вопросы родителей, чтобы они понимали, с чем им придется столкнуться. Ребята готовы. Они, поступая к нам, они уже прошли через испытания, они морально-психологически готовы к этому. И я думаю, что эта вступительная кампания не создаст для них каких-то трудностей непреодолимых. Они это преодолеют с помощью педагогов, с помощью своих родителей, ну и, конечно, своим старанием. На сегодня уже известны даты проведения централизованных экзаменов. Русский или белорусский язык выпускники будут сдавать 14 мая, а 25-го пройдет централизованный экзамен по другим учебным предметам, которые выберут учащиеся. 28 января состоится репетиционный централизованный экзамен. В Брестской области определено 17 пунктов для его проведения. В каждом районе назначено свое учреждение, куда ребят доставят организованно. Ребят доставляют учреждение образования к месту проведения централизованного экзамена. Далее будет осуществляться пропускная система. Обязательно важно, чтобы ребенок имел при себе документ, удостоверяющий личность, и пропуск на проведение репетиционного централизованного экзамена. Далее ребята размещаются в определенных аудиториях. Способом жеребьевки занимают свои места в аудиториях. И, в общем-то, проводится инструктаж педагогами, находящимися в аудиториях определенным приказом Главного управления по образованию. И далее проводится сам централизованный экзамен по количеству времени, отведенному на конкретный учебный предмет. Завершающим этапом является сдача бланков с ответами. Опечатываются все бланки в почтовые вализы и отправляются в РИКС. Сами учащиеся о нововведениях отзываются неохотно. Признаются, что еще не совсем поняли, стоит ли бояться изменений. С одной стороны, это плюс, потому что не придется сдавать историю в Беларуси. Это очень тяжело. И меньше экзаменов – это тоже плюс. Но то, что не будет никакой возможности быстро передать документы на другой факультет, потому что раньше 4 экзамена было, а в этот раз только 3. Поэтому это как бы такой минус. Но в любом случае это менее волнительно, чем, я думаю, было бы, если было больше экзаменов. Три экзамена – это хорошо. Насчет экзамена, я думаю, нам облегчили. То, что говорят, даже будет и легче. С предметами, которые будут сдавать С и ЦТ, уже определены. С будет физика, а СТ – математика. А языков двух будут сдавать белорусский. Изменения затронули и категории выпускников, которые пойдут в ВУЗы по целевому набору. Этих абитуриентов ожидает внутренний университетский экзамен. Планируется, что он пройдет в ВУЗной или практической форме, в зависимости от специальности. Абитуриенты будут подавать свои документы с 3 по 8 июня. Это больше, чем на месяц ранее, чем все остальные абитуриенты. Это первое. Второе изменение – абитуриенты, поступающие на целевую подготовку, от них не требуются сертификаты вступительных испытаний. От них требуется сдать только один внутренний экзамен по предмету первого профильного испытания. Рассчитывать на поступление в региональные ВУЗы без экзаменов смогут победители областных и республиканских предметных олимпиад, занявшие первое, второе и третье места.